И всем снова здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей. Вы смотрите YouTube канал Парадигм. А это значит... А это многое значит. То есть мы... Я создал... Кстати, смотрите, впервые вижу такие деревья хвойные. И причём это спаун. Прикиньте, у нас спаун в ледяном пиломе. В общем, это мир экспертный. Именно так. Причём я надел маску лунного орда. Ну или ктуху. Кто как хочет, так и считает. Чья эта маска? Прикольно. И эти деревья тоже чуть-чуть другие. Прикольно. Они такие вроде бы классические, а вроде бы и не классические. В общем, сейчас... Сейчас наша задача убить в экспертном режиме пожирателя. А также убить... Ну, вообще, в принципе, боссов поубивать в экспертном режиме. В экспертном мире. А чё здесь у нас интересно? Может, чё-то интересное есть? Так, зонтик. Зонтика, по-моему, у меня нету. Ну, он был, ну, куда-то делся. И зелье возврата. Да, ну ладно. Если что, потом вернусь в этот мир. Наша задача сейчас найти искажения. Оно здесь есть. Это 100%. Также давайте-ка сюда залезем, потому что вдруг здесь есть, короче, этот... Ковёр-самолёт. Для коллекции мне он очень пригодится даже. Робо-фараона? Интересно, интересно. И маска фараона. Давайте, что ли, маску фараона наденем. Ну, а в остальном, вроде бы, ничего такого ценного нету, так что... Ну, много золота, разве что есть. Но с моей фермой бесконечного золота, в принципе, это... Это золото нам не очень нужно. Так, может быть, вообще не в этой стороне у нас искажения. Я уже начинаю думать о таком исходе событий. Здесь джунгли. Значит, искажения, скорее всего, в другой стороне. Блин, необычный очень... Вы поняли, что? Вот, кстати, мешок с растениями возьмём. Духовую трубку тоже. Чё-то здесь столько предметов прикольных попадается. Эксперт даёт о себе знать. А вот в новом летсплее, где я, типа, на Эксперте играю сначала новым персонажем, не используя ничего. То есть, там довольно всё печально. По предметам. Никакие хорошие предметы мне не попадаются там. Приходится с помощью рыбалки компенсировать. Не знаю, как мне так повезло вообще. Зелье жабр. Ну, пусть будет, наверное. Ласты, наверное, не буду брать. Уже у меня есть. Зелье регенерации. Пусть будет дыхательная трубка. Хотя её, скорее всего, выкину потом. Или продам. Но всё же. Так. Ну, давайте теперь перенесёмся назад. И теперь в другую сторону. О, прикольный у нас фараончик такой. Летучий фараончик. Так вот, наша задача убить пожирателя миров. Чтобы взять там, по-моему, шарф какой-то. Или что-то вроде того. А также убить этого. Стену плоти. Это вот мастхэв. Не знаю. Там со скелетрона что-то падает. По-моему, пушка какая-то падает. Костяная. Ну, я не знаю. Она мне особо не нужна-то. Где сферы? Вот одна сфера вижу. Так. Ой, стоп. У меня аж нету молотопора никакого. И как я буду разбивать сферы? Вы издеваетесь? Ну, тогда давайте я прямо при вас. Короче, смотаюсь за топором нашим. Где тут наша парадемика? Да. Нужно взять мою гитару топор. Ужас какой. Какой же всё-таки ужас. Ай, точно. Зонтик тут. Всю фигню надо скинуть куда-нибудь. Вот, например, сюда. Раз-два. Раз-два. Ну, пока что сойдёт. Маска у Новорорда у меня уже одна есть где-то там. Там далеко за горизонтом. Но мне нужно... Видите, я взял куклу Вудугида. Так. Есть у нас где-нибудь... Вы поняли, что... А, я вспомнил, где эта штука находится. По-моему, здесь. Нет, не здесь. Вот здесь вот, по-моему. Или вот здесь. Да, вот она. Видите, какой я хорошо помнящий. Хорошо помнящий. Как-то так. Так. Раз. И теперь вот. Артефакт. Быстро. Быстро, быстро. Ща пожирателя миров, как заспауним. Все, хватит. Здесь поставим этот кристалл. Вообще, и посох лунных порталов, и эти кристаллы, они настолько эффективны против всего этого дерьма. Так. Ну, мушкет. Кстати, мушкет какой-то с большим уроном. Странно. Может быть здесь все предметы мощнее в эксперте? Это было бы крайне странно. А может мне просто кажется. Так. Есть тут где-нибудь еще что-нибудь стоящее, ценное. О, две сферы сразу. Ща, короче, пожирателя миров вызовем сразу. Так. Но нужно будет назад выйти потом, после этого. Поэтому давайте-ка осторожнее. Раз. А тут что-то... А, сфера тьмы. Это говно. Так. И тут же надо будет биться с ним. О, отлично фигачит. Смотрите как. Сумка с сокровищами. Во. Бах. И жесткий шар в червь. Ну вот. Все, что мы хотели от пожирателя миров, мы получили, в принципе. Теперь пора, наверное, в ад. За стеной паоти. А потом, возможно, еще скелетрона замочим. Ну, в общем, как-то так. Че это за шняга? Что здесь творится? Какие-то предметы странные. О, сундук. Вот знаете что? А вдруг там коньки в этом сундуке есть? От коньков я бы не отказался. Так. Ледяной меч. Не помню, есть у меня такой или нет. Но на всякий случай я бы взял. Компас, не знаю. Компас пусть лежит. Стоп. Тут еще сокровищницы. Нифига себе. Слушайте, почему у меня так не так везет мне постоянно? Совсем точнее не везет. О, и коньки сразу же попались. Сколько я все это искал и никак не находил. А здесь оно просто так валяется. В общем, мне как-то печально. И кругом эти компасы тоже валяются. Что это за бред? Какой-то очень счастливый мир. Так. Надеюсь, в лаву не упаду где-нибудь здесь. Так. Что-то мне кажется, что могу и упасть. О, пауки. Пауки, пауки, гребаные пауки. О, еще сундучок. Вот это везуха. Вот это везуха. Гравитация и зелье. Не знаю, наверное, не пригодится, но все равно. Так, горячая стрела. Ее ж некуда одевать, поэтому пусть здесь и лежит. И вот это вот все давайте сюда. Грибы там. Особенно всякие зелья, которые вообще возобновляемый ресурс. Так, 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 так. Паутина тоже возобновляемый ресурс, так что она нам тоже не нужна. О, боже. Вот эти вот маленькие озера лавы, которые мы натрапливаем как-то так. Так. НЛО. Пыщ, пыщ. О, я водитель НЛО. Я даже не знаю, что мне делать с этой стеной плоти. Будет. Нужно где-то здесь везде все пропиливать, чтобы... Она нас не убила. О, тут, кстати, довольно много этих сундуков. И, кстати, данж у нас получается в этом мире с другой стороны, чем обычно. Что тоже прикольно. Ну, блин, сколько здесь этих сундуков. Жаль, что я знаю, что в них ничего полезного для меня не будет. То есть, в них тот же лут, что и обычно. А я весь, который лут мне был нужен, я его уже давно собрал из подобных сундуков. Ещё в летсплее. Однако, всё равно. Я, наверное, не буду строить арену. Просто так её убьём. Попытаемся, по крайней мере. Ну, я думаю, там мы её победим. Она должна быть даже в этом режиме легче, чем... Вы поняли, что. Так, ну давайте здесь, короче, кинем куку вуду гида. Эээ, ты чё не кидаешь? Надо, наверное, стоять на чём-то. Или с этого. Аааа, её нельзя, типа, выкинуть. Из-за того, что я её, типа, пометил. Всё. Ну да, быстро. Ну вот, я и говорю. Если вы хотите на халяву получить вещи из режима эксперта, то вот это тот способ, которым вы можете это сделать. Но это, типа, немножко по-читерски. Так. Ну что ж. Сердце демона, эмблема призывателя. Вот, сердце демона мне нужно для нового слота аксессуаров. Так. И лазерная винтовка. Такое мне вроде бы не попадалось. Как-то стена даже ускориться не успела. И опять эмблема призывателя. Вот зачем она мне нужна. Хотя... Хотя-хотя... Я вот думаю, мне надеть шарф-червь или же эмблему призывателя в дополнительный слот. Смотрите, какой урон становится. 435. Вот это урончик, так. Вот это урончик. Теперь нужно ночи ждать и идти убивать, короче, эту... Скелетрончика. А, уже ночь. Ну тогда тем более. Тогда не ждать ночи, а просто идти его убивать. Обсидиановый... О, клоун! С него ничего не выпало, к сожалению, но... Но я знаю, что есть вероятность того, что с него что-то выпадет. Так, блок мрамора, этот блок, значит, шляпа, никому не нужная, нафиг. Так, это, это, обсидиановый кирпич. Эбонит. Да ну нафиг! Идите в жопу, берите вот это вот всё. Чё меня мобы тут трогают? О, смотрите, какое искажение тут, прикольно. Поверхностно здесь даже искажение есть. И большое, причём. Очень интересно. Где данж, мать вашу? Где-то здесь уже должен быть. Где же ты, мой данж? Данжик, данжик, вот он, смотрите, он что-то под землёй тут. Всё. Быстро. Ну, ничего страшного. Так, сумка с сокровищами. Костяная перчатка и рука скелетрона. Нафига она мне? Вот нафига мне рука скелетрона? А, это крюк такой. Слушайте, мне надо о нём почитать. Вдруг он типа крутой. А, двойной? Двойной крюк, ясно. То есть тут две руки скелетрона. А пишется, что одна. В общем, всё, этот мир перешёл в хардмод. Теперь здесь где-то, скорее всего... Да, вот видите, святые земли появились. Довольно-таки большие. И тут... Или вот это святые земли, а это... А, это типа снежный пилон. Прикольно, прикольно. О, метеорит даже упал. Ну, метеорит мне не нужен. В общем, вот так вот мы получили себе дополнительный артефакт. Причём он будет работать вне зависимости ни от чего. То есть нам нужно будет перенестись куда-то. Ну, то есть зачаровать его, как нам нужно. Но это не повлияет, то есть, на его работу. Мы можем в обычном мире, то есть будем получать тот же бонус. Я, кстати, планирую вот так вот поставить. Да. Потому что небесная ракушка, её ни в коем случае мы не будем убирать из этого слота. То есть она во всех сборках призывателя должна быть. Потому что это лучше вообще артефакт. О, и Луна прикольно выглядит такая. Какая-то кровожадная. О, смотри! А, во время Кровавой Луны, Луны и амулеты падают. В хард-моде, ясно. Которые превращают нас в кого-то там. В общем, коньки, это прикольно. Теперь я смогу сделать арктический водолазный костюм. Давайте сейчас этим и займёмся. Бамс, бамс, баракабамс. Сюда. И посмотрим. Да, как вы видите, то есть она как бы там стоит. Но как бы, да. Чет... А, или не работает, слушайте. Или не работает. Походу, оно не работает, шестой салот этот. Да-да, фигово. Не работает! Шарф-червь. Прикольный такой. Понижает урон на 17%. Ещё и мигает. Ах ты ж, зараза, ты чё мигаешь? Ты чего подмигиваешь? Э-э-э, коньки. Значит, коньки у нас... Э-э, их надо отбросить. Срочно. Ну, а вообще я шучу. Не надо их отбрасывать. Так, вот здесь что-то у нас есть ценное. А, вот уже есть эмблема. С наносимым уроном. Значит, тканьки будем с этим смешивать. Ой, исчезла. Ну ладно, хрен с вами. В общем, как-нибудь в другой раз поставлю. Ну, а сейчас мы идём крафтить. Так-так-так. И... Да. Арктический водолазный костюм позволяет плавать и значительно увеличивает запас воздуха под водой. Светится под водой и позволяет скользить по льду. В общем... Просто самая универсальная штука. Крюк давайте сюда, в нашу коллекцию. Поставим. Костяная перчатка. Метательный урон. Ну, типа вот... Бонус метателю такой есть здесь. Правда, он хреновый. Довольно-таки. Давайте раз, два... Но эту штуку я не буду оставлять. Вот эту штуку могу оставить. Двери сраные, обсидиановые. Нафиг они нам нужны. А, точно! Вот этот же лазер... А, она ману потребляет. Значит, это оружие нам пока что не нужно. Вот сюда его положим. Вот так как-то. Теперь насчёт зелий. Зелия нужно куда-то скинуть. И сюда это скинем. Да, очередной редкий предмет мы собрали. Это великолепно просто. Ну и на этом, пожалуй, я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилась серия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok